Всем привет, друзья! В данном видео разберем три способа заработка в интернете. Прежде чем мы начнем, как всегда, хочу вас попросить подписаться на мой YouTube канал. Здесь мы говорим о разном заработке, но в основном о криптовалюте. В общем, не будем тянуть, давайте сразу к делу. Погнали! Первый способ заработка на биржах криптовалют. Причем вам не обязательно быть трейдером или разбираться в графиках и так далее. Все, что вы должны уметь, это покупать и продавать криптовалюту. К примеру, на споте или на фьючерсах. У меня, кстати, куча обучающих видео, поэтому я не буду на этом заострять внимание. Самые топовые биржи для заработка это Bybit и BitGet. Есть еще, конечно же, Binance, вы скажете. Там, да, тоже можно зарабатывать, но там нет столько прям плюшек, как вот здесь. Потому что Binance уже топовая биржа, им как бы это уже не совсем интересно. Либо если там есть какие-то акции, то там обычно нужно очень много денег. А здесь мы можем зарабатывать даже имея там 100 долларов, грубо говоря. Хотя на Binance можно даже собирать криптовалюту без вложений. О таких разных акциях, даже где можно бесплатно получить криптовалюту, я всегда рассказываю у себя в Telegram канале. Поэтому я вам просто советую на него подписаться. Потому что здесь вы будете всегда узнавать информацию сразу же. То есть выходит какой-то промо и вы о нем сразу же знаете, потому что я сразу же, естественно, его публикую. И мы, в общем-то, выполняем и получаем за это там 50 долларов, 40 долларов, 20 долларов, там иногда 10 долларов. Когда как. Например, вот давайте выше полистаем. Где-то здесь у меня есть ProBinance. Вот. Я насобирал там 4 доллара. В общем-то, там без вложений, абсолютно без вложений. Вот вы, к примеру, зарегистрировались на Binance. У вас нет ничего абсолютно. Вы можете зайти в рубрику Pay. Или у меня здесь клацнуть на кнопочку вот сюда. Тут. И там можете получить криптобокс. Там от 5 центов до 3 долларов дают. Также за каждого приглашенного дают еще один бокс. Причем ваш реферал не должен быть зарегистрирован по вашей ссылке. То есть просто перешел по вашей ссылке и получил криптобокс. Все. Вы получаете еще один криптобокс. Таким образом, я тогда и насобирал 4 доллара. Сейчас уже, конечно, больше. Там может долларов 6-7. Ну, в общем-то, вот таким образом вы можете даже без вложений зарабатывать на биржах. Ну, это как бы копейки. Поэтому я вам предлагаю зарегистрироваться на Bybit. И здесь, с левой стороны, когда вы зарегистрируетесь, есть такая рубрика «Анонсы». Давайте перейдем. Многие просто не знают, где эти промо искать. Они находятся все здесь. Вот есть промо-акции. Мы на них нажимаем и смотрим, что у нас здесь интересненького предлагают. Не всегда они интересны для нас. Поэтому я всегда в Телеграм-канале публикую то, что лично нравится мне. На самом деле, вы сами можете отслеживать эти промо-акции вот здесь. Давайте посмотрим, что у нас есть. Фестиваль мемов. Торгуйте Пеппой и другими токенами. Разделите призовой пул на 20 тысяч чего-то там. Давайте посмотрим его. Так, P2P. Будь в курсе. Два обновления. Призовой пул на 50 тысяч USDT. Отлично. Давайте посмотрим. Также, с левой стороны, вы всегда можете отслеживать новые листинги. Что у нас там листится. Многие зарабатывают спекулируя. То есть, следят за тем, что сейчас будет листиться. Успевают там покупать эту монету. Либо участвуют в аирдропе. И потом просто ее продают. Потому что всегда цена сначала взлетает вверх, как вы знаете. А потом уже падает. Давайте посмотрим, что мы там выбрали. Читаем. Что у нас здесь за условия. Так, торгуйте в этот период мемкоинами на споте. И получите долю из призового пула. Так, нужно торговать вот такими монетами. Это как бы искусственная торговля. Мы не торгуем, чтобы заработать. А просто покупаем и продаем. Купили, продали. Купили, продали. Все, мы наторговали там какой-то объем. И здесь у нас видим. Вас ждут следующие награды. 1200 долларов первое место. 800 долларов второе. 500 третье. И вот 5000 участников получат по 3,5 доллара. В общем, здесь всегда условия подробные. Вы всегда читаете, ага, понятно, что нужно сделать. Там, поторговать в таких монетах. Идете на спот, покупаете просто там любую из монет. Например, BabyDog, да, с USDT. Покупаете за USDT BabyDog и сразу же его продаете. Вы уже поторговали. Ну, а естественно, тут уже места, кто больше всех торгует. Как бы вы просто заходите вот сюда, нажимаете на кнопку участвовать. И нам пишут, готово, вы успешно зарегистрировались. Приступайте прямо сейчас и зарабатывайте вознаграждение. Окей. Все, когда вы зарегистрировались, после этого просто идете в спотовую торговлю. Вот здесь нажимаете спот. И покупаете себе BabyDog и продаете его. Все, там на комиссию тратите какую-то копейку. Там буквально пару центов. Итак, давайте следующее посмотрим. У нас следующая реферальная гонка на P2P. Давайте смотреть, что здесь нужно сделать. Приглашайте друзей и получайте по 5 долларов бонусов за каждого одобренного P2P реферала. То есть, если вы пригласили человека, который через P2P купил себе криптовалюту от 100 долларов. Видите? От 100 долларов через P2P в течение 7 дней после регистрации. Ну вот, можно купить за рубли, за гривны, за тенге, доллары, евро. Ну, в общем, за все, что хотите. Вот, видите? Пригласите 10 одобренных P2P рефералов и получите дополнительный бонус на 50 USDT. Это шаг третий. Это вы еще можете 50 долларов получить, если 10 человек пригласите. Вот, видите? Есть такие акции. Есть акции, как для исполнителей, да, которые просто выполняют какое-то действие и получают за это награду. Есть для тех же, кто может еще и приглашать людей. То есть, вы можете там где-то покупать рекламу, если у вас нет своего там телеграм-канала или ютуба или еще чего-либо. И везде, конечно же, не забывайте нажимать на кнопку участвовать. Всегда заходите в промо, нажимаете на кнопку участвовать и тогда только выполняете. В принципе, сейчас не так много акций, как хотелось бы, но на самом деле они здесь появляются просто каждый день. У нас либо лаунч-пулы проходят, лаунч-пады и так далее. Об этом всем я рассказываю у себя на ютуб-канале, либо в телеграм-канале. Поэтому, если вам первый способ заработка вот этот подходит и вы хотите в нем разобраться, тогда вам придется посмотреть моих видео примерно штук 20 последних. Вы во всем разберетесь и тогда погнали приступать. Также и с биржей BitGet. Вот здесь сейчас лаунч-пул проходит. Я на него опоздал, я вообще не знал, что он проходит. Они обычно по 5 дней. Уже 20 часов осталось. То есть, что здесь нужно? Вы здесь тоже регистрируетесь. Это нужно один раз сделать. Зарегистрировались, прошли верификацию. Кстати, на Bybit тоже уже нужна верификация, если что. На BitGet не обязательно, но для участия в промо-акциях, вообще для большей безопасности я вам советую пройти верификацию. Вот, и тогда вы здесь можете участвовать в лаунч-пулах. Они здесь довольно-таки часто проходят. Мы обычно покупаем монету BGB, это монета BitGet. Ставите в стейкинг, за это получаете вот монеты какие-то PayPo. Потом эти монеты просто продаете. Они вам капают каждый час. Как только вы зарегистрируетесь на BitGet, всегда смотрите, что здесь на главной странице. Смотрите, пригласите друзей и выиграете до 500 TRX. О, круто. Нажимаете участвовать и погнали. Здесь также ниже есть вот такие баннера, которые вы тоже можете смотреть, что вам нужно сделать для того, чтобы получить каких-то денег. Ну, 500 TRX, вот, например, это около 30 долларов, наверное. Вот. Вы можете 30 баксов получить за то, что там пригласите человека. Ну, я помню эту акцию. Там нужно пригласить человека, который сделает еще оборот в 200 долларов. Что такое оборот? Это вы просто там, допустим, пополняете даже на 50 долларов, покупаете, к примеру, биткоин. Купили биткоин на 50 долларов, продали его. У вас уже 100 долларов оборота. Если так еще раз сделали, у вас уже 200 долларов оборота. И в итоге в этой акции 250 TRX получит тот, кто это сделал. То есть пополнил баланс. Там сделал оборот 200 долларов, получает 250 TRX. А тот, кто пригласил, тоже получает 250 TRX. Опять же, это то, что прямо сейчас проходит. Такие акции, они здесь каждый день появляются. Новые, новые, новые. Ладно, идем далее. Потому что я хочу, чтобы видео было все-таки покороче. Вы поняли, да? О биржах у меня все на YouTube канале есть. Итак, второй способ заработка, это заработок на стоках. Для тех, кто не знает, здесь вы можете продавать свои иллюстрации, фото, видео. В общем, если вы делаете какой-то контент, вообще не важно. Если вы фотограф, вы делаете крутые фото, то вам по-любому нужно зарабатывать на стоках. Если вы умеете классно снимать видео какие-то, понятно, не просто какую-то фигню. Красивые, качественные стоковые видео. Я думаю, многие из вас их видели. Все, кстати, видео, которые вы наблюдаете на YouTube, когда вот эти вставочки, знаете, там деньги считают или что-то еще, какие-то монетки. Это все стоковые видео. Это все скачано со стоков. Вы можете делать такие видео. Вот, допустим, на Adobe Stock и продавать. Я этому только обучаюсь, но тем не менее уже какой-то результат есть. Я уже вывел отсюда деньги. Все работает, все отлично. Но у меня есть товарищ, у него есть свой YouTube канал. Да, он сейчас немножко на него подзабил. Поэтому, если вы захотите научиться рисовать, скажем так, в иллюстраторе, то я вам советую посмотреть его видео. Канал называется «Свой мир». Здесь он много чего рассказывает. Вообще, в принципе, если вы хотите зарабатывать на стоках, то приготовьтесь к тому, что вам понадобится много времени и очень большая усидчивость. Давайте я вам вкратце объясню, что вам нужно сделать. Вам нужно зарегистрироваться на стоках. Ну, к примеру, Adobe Stock и Shutter Stock. Это два самых популярных стока. Потом вам нужно скачать себе иллюстратор, в котором вы будете создавать контент, векторную графику. Как это все создавать, обучение иллюстратору, я думаю, вы на YouTube найдете просто кучу видео. И просто начните с чего-то самого простого. Для этого, кстати, вам не нужно уметь рисовать вообще. Поэтому, если вы думаете, что здесь прям вам нужно уметь рисовать, нет, это не так. И, конечно же, если вы умеете создавать видео, может, вы пейзажи какие-то снимаете, там, фоткаете классно. Тогда вам 100% нужно идти на стоки и продавать свой контент. И самое главное, многие думают, что вы здесь там продали и все. Нет, ваши фото, видео, иллюстрации могут купить очень много раз. То есть, вы выставляете свою работу, все, она закреплена за вами, но ее могут покупать, то есть, на нее лицензию как бы покупают, что они могут ее использовать. То есть, загрузили вы сюда там тысячу работ, у вас уже идет какой-то доход и ваши работы эти никуда не деваются. С них вам капают все время деньги. Единственное, что надо все время подливать сюда контент. Иначе вы просто можете выпадать из топов и много не будете зарабатывать. Но, тем не менее, это все равно самый настоящий пассивный доход, потому что при любом заработке нужно всегда работать. В любом случае, пассивный доход, не пассивный доход, потому что, ну, пассивного дохода, в принципе, не существует, да, как такового. Все равно нужно что-то делать. Но есть работа, где вам нужно делать, чтобы заработать, именно, а есть работа, где нужно подливать, чтобы не потерять старое и прибавлять свой доход. Так вот, заработок на стоках, это именно вот этот пассивный доход. Вывод здесь на Payoneer, PayPal и Skrill. А так все то же самое, как и, в принципе, на YouTube, да, вот на YouTube, если вы хоть раз в жизни выгружали видео, вы помните, что там нужно заполнить название, да, ключевые слова. Вот здесь то же самое, к каждой картинке. Вы ее загружаете, точно так же заполняете, о чем эта картинка, про что она и также ключевые слова. То есть, если вы даже загрузили сюда видео, вам нужно его по-любому назвать как-то и так же проключевать. И так с каждым видео или с каждой картинкой. В общем, если вы также услышали об этом впервые, что такое допсток, шаттерсток, вообще стоки и что здесь зарабатывают, я вам советую начать смотреть обучающие видео на YouTube. Ну и так же можете зайти вот на канал Свой мир. Но здесь не то, что прям с самого нуля вам рассказывают, как пользоваться иллюстратором. Нет, здесь уже для более продвинутых, которые уже знают хотя бы, что такое иллюстратор. Вот, поэтому если вы еще не знаете, что такое иллюстратор, просто вбиваете в YouTube уроки иллюстратор. И погнали учиться. Это если вы хотите грузить именно вектор сюда. Ну, как я вот. Это мои работы. Кстати, мой товарищ зарабатывает здесь очень неплохие деньги. Я не буду говорить сколько, но это больше, чем 1000 долларов в месяц. И третий способ заработка, это естественно свой источник трафика. Это тоже по-своему пассивный доход, но, как я и говорил, всегда нужно все равно что-то делать. А источник трафика, конечно же, вам нужно брать с YouTube, например. YouTube это самая популярная площадка, потому что здесь есть рекомендации. Это самое главное. Допустим, в Telegram канале нет. Там вам придется покупать рекламу, либо самому рекламировать как-то. Но Telegram канал тоже классная штука. Вообще, конечно же, круче начать с YouTube. Но если вы не хотите быть медийной личностью, да, или как это сказать, то вы можете создать свой сайт, к примеру, там на WordPress и так далее. Сейчас куча хостингов, куча площадок, где можно создать свой сайт. Об этом также можно посмотреть обучающее видео. Я вам просто рассказываю, что вы можете сделать от А до Я. Смотрите, вот, чтобы вам создать сайт, вы просто вводите, как создать сайт. Смотрите, там ничего сложного абсолютно. Создаете свой сайт и пишете просто статьи. Статьи тоже нужно писать правильно, потому что вообще весь контент нужно делать правильно. Что бы вы ни делали, везде нужно заполнять ключевые слова. Каждое это видео, которое я выгружаю, всегда с правильными ключевыми словами. То есть, те запросы, которые вбивают в поисковике, вы должны под них подпадать. То есть, часто там вбивают, ну, к примеру, для кулинарии, да, там, как приготовить блинчики. И поэтому куча видео, 100%, я не знаю этого, но я уверен на 100%, что куча видео, как приготовить блинчики. Потому что на это есть спрос, есть предложение, естественно. Любую статью, которую бы вы не читали в интернете, она всегда построена правильно, это 100%. Любую, вот, зайдите в любую статью, в Яндексе, в Гугле. И там все заголовки, подзаголовки, это по-любому ключевые слова. Ну и самое главное, как на этом заработать. Ну, допустим, на Ютубе, понятно, там есть монетизация. У кого-то, конечно же, ее нет. Но, тем не менее, все равно, даже у кого нет монетизации, зарабатывают с помощью прямой рекламы. То есть, к вам напрямую обращается рекламодатель, если у вас уже канал раскручен. Даже если немного раскручен, поверьте, к вам все равно будет обращаться рекламодатель. Просто ваша реклама будет стоить дешевле, там, к примеру, не знаю, там, 20 долларов. И вы уже можете в своем видео прорекламировать какой-то сайт или еще что-то, смотря с чем к вам обратились. В любом случае, вы сможете уже на этом зарабатывать. Также вы можете зарабатывать на партнерских программах. Если вы в чем-то разбираетесь, ну, допустим, вот как на стоках, да. Вот если у меня товарищ разбирается в этом, то он, как бы, на Ютубе об этом рассказывает. Люди регистрируются по его ссылке, становятся его рефералами и, как бы, от этого он имеет, там, небольшой доход. Поэтому источник трафика, это, конечно же, всегда самый топовый заработок, потому что вы всегда сможете на этом заработать на своих знаниях. Подумайте хорошенько, что вы знаете, что вы умеете, либо чему вам еще нужно подучиться, чтобы об этом рассказывать. И потом просто об этом рассказываете. И все. Я, например, просто рассказываю о своих знаниях. То, чем я пользуюсь, то и рассказываю. Если я, вот, допустим, умею, там, купить, продать криптовалюту, заработать на акциях. Если я знаю, как сделать обзор FaucetPay и показать, как им пользоваться, я просто это сделаю. И, видите, там, 1800 человек, это было интересно. Я же говорю, есть спрос, есть предложение. То есть, я вижу, если людям интересно FaucetPay кошелек, то я о нем расскажу. Если людям интересно, как торговать на фьючерсах, я тоже об этом расскажу. Просто рассказывайте то, что вы знаете и на этом зарабатываете. То есть, вы можете зарабатывать на прямой рекламе, конкретно, с которой вам обращаются. Либо на партнерских программах, все, о чем вы рассказываете. Даже если ваш канал о кулинарии, смотрите, как зарабатывают, допустим, каналы о кулинарии, если кто не знает. Это, во-первых, реклама. Причем реклама разной посуды. Смотрите, пишут человеку, да, ютуберу, который показывает, как готовить там блинчики, пирожки и все такое. Ему пишет какая-то компания там, которая занимается посудой. Просто присылает блогеру посуду, там, какую-то кастрюлю. И она ее должна прорекланировать. Замешивает в ней какое-нибудь там тесто. И говорит, блин, какая классная кастрюля. Я ее заказала там вот здесь. И оставляет ссылочку на эту компанию, ей за это заплатили. Либо оставляет партнерскую ссылку, где она действительно заказала эту кастрюлю. Или заказала этот половник, или еще что-либо. Также и в телеграм-каналах. Но для того, чтобы вам раскрутить сначала свой телеграм-канал, вам нужно где-то его прорекламировать. И вы просто ищите подобные телеграм-каналы. К примеру, есть ли ваш телеграм-канал по криптовалюте. Вот вы решили его прорекламировать. Ищите там, у кого бы прорекламировать. На самом деле их очень много телеграм-каналов. Ну, к примеру, у меня. Вы зашли ко мне, можно ли у тебя прорекламировать. Но перед этим, конечно же, я посмотрю на ваш канал, потому что мне пишут с рекламой. Но подписчики знают, что я ничего не рекламирую. Здесь у меня вообще нет никакой рекламы, никаких каналов, ничего. Потому что, ну, чаще всего какую-то фигню мне предлагают, а я не хочу такое рекламировать. Если у вас нормальный, адекватный канал, тогда да, можете обращаться. Но, может, это я такой привередливый. На самом деле многие каналы с удовольствием рекламируют. И есть каналы с меньшим количеством подписчиков. Там у кого-то 500 подписчиков, 1000 подписчиков. Вы, главное, смотрите, что у них по просмотрам, чтобы это не было накрученные подписчики. Попросите статистику его канала. И тогда можете рекламировать свой канал. И все, таким образом вы нагребаете себе подписчиков в Телеграм-канал. Ну, примерно собирали там уже 5000 подписчиков. Уже к вам 100% будет обращаться за рекламой в Телеграме. И вы уже можете там брать 10-20 баксов. Смотря, все зависит от тематики. В криптовалюте, например, самая дорогая реклама. Если это касается кулинарии, там, приколов и всего остального, там самая дешевая реклама. Там будет долларов 5 стоить вот в таком канале, как у меня. Видите, у меня всего лишь 7000 подписчиков. То есть, для каких-то развлекательных каналов это супер мало. Это вообще ничто. А вот, к примеру, для криптовалюты это уже как бы... Ну, тоже мало, конечно, но более-менее. То есть, я знаю, за что я беру деньги. За рекламу, в смысле. Как, в принципе, и другие авторы Телеграм-каналов, которые ведут по криптовалюте. На этом все. Если вам было интересно, поставьте лайк и напишите обязательно комментарий. Неважно какой, просто комментарий. Это помогает для продвижения видео. Ну, что вам, лень написать пару слов, что ли? Ладно. Все. Удачи вам. Больших вам заработков. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok